привет народ предупреждаю девчонки сразу долго грузится видео у меня интернет мобильный да он короче вообще там в квартире плохо ловит чтобы загрузить ролик мне приходится оставлять телефон на балконе здесь и загружать ролик потому что в комнате короче ну короче с той стороны хорошо ловит интернет со стороны двора со стороны улицы вообще не ловит девочки короче геморрой еще тот я оставляю на балконе садится батарея пока загрузитесь пока я загружусь садится батарея девочки все потом загрузился я заношу заряжаю телефон вот такой геморрой девочки вы думаете быть легко блогером что как все жопу короче девчонки я вообще фиге от этого зоопарка все что меня опять окружает и не могу девочки все что я утром вам но время сейчас короче после обиде на время сейчас все манипуляции исправили все исправили чайник не работает там кнопку нажимаешь чайник не работает ручка расколотая сказал что нужно чайник то что кати короче написала да в ответ я получила больше тому назад девочки от нее она сказала что если не когда что надо не она сегодня одна с ребенком хотя она вчера говорила что она с мальчиком придет сюда вот живет недалеко ради прогулки могли бы прийти ладно что завтра придет принесет кастерюлю нет как его и чайник все девочки на все что выше изложено было полный игнор полнейший игнор я поняла все девочки я сделала для себя это выводы делюсь с вами своими выводами ну раз такое дело хозяин барин святое место пустым не бывает девочки я уезжаю в 4 числа куда я поеду я вам скажу я домой не еду у меня поступило два хороших предложения одно предложение здесь московская область но недалеко от меня скажем так одно предложение у меня поступило там где я находилась в истре до рядом с истрой хотя тут зарплата мне 50 тысяч будет там 60 тоже за одним человеком ухаживать что тут что там но там девочки почему я передумала ехать я хотела к вовке сказать что он с меня забрала и повез опять назад да а потом подумала подумала девочки так как я блогер мне нужен интернет в деревне у них и мобильный интернет у них нету вай-фай в доме там короче интернет ни о чем я спросил насчет интернета интернет прорывается никакие мне 60 тысяч не надо без интернета девочки я не могу я не могу без вас что я должна делать там я все должна успевать и записывать и работать все вообще нужна мне цивилизация конце концов а здесь я буду рядом работать в большом городе узнаете вы 4 числа обо всем девочки сейчас заранее ничего говорить не буду на десять тысяч меньше и мне хватит здесь я не останусь ни при такой погоде мне не нравится то что такие отношения да полные недочеты вот сейчас покороче запишу ролик девчонки чтобы быстрее загрузился любовь у меня к вовке закончилась оборвалась навсегда я вам честно говорю а причина такая девочки как полюбила так и разлюбила девчонки увидела на расстоянии в нем минусы значит так позвонил он сегодня где-то в часов десять я пока записывал ролик я не видела что он звонил на пропущенных вызова я к нему перезвонила когда уже заходила домой у подъезда разговаривала с ним ну че он меня спрашивает девочки он мне так неинтересен стал я прямо честно скажу вот эти разговоры да какие-то ладно когда вот были как-то рядом да что-то вот у меня шевеление было внутри а сейчас человек на расстоянии человек далеко и разговоры не о чем по телефону как дела как там этот работа у тебя но рассказала я ему а у тебя как вот прижался к березе стою короче на воде все тихо спокойно ответа спасаюсь девочки хозяйка говорю что-то бабушка дедушка как там ну говорит сменщик вчерашний сказал что привезли человека я не сам еще не видел вот там говори дальше занимается уже кто-то с бабушкой дедушкой слава богу я за них очень рада вот как говорится и тут я захожу в лифт и прорывается разговор-то в лифте этот связь-то прерывается я захожу в квартиру но думаю перезвонит он он не перезвонил а почему я должна перезванивать мне оно надо мне оно не надо вот эти чтобы я перезванивала чтобы разговор чтобы у меня раздражался пустыми разговорами там другой бы сказал как я по типе скучают ну что мы женщины ждем да мы женщины девочки ждем каких-то ласковых слов хотя бы на расстоянии по телефону да я по тебе скучаю там иметь тебя не хватает и все такое а чем не правда что ли правда вот я например хотела бы свой адрес такие слова от него услышать да а не то что там вести пустые разговоры ни о чем как бы так пустые разговоры ни о чем я могу с максимум привести у меня всегда выслушает я целый день с ним там болтаю хожу ни о чем вот и девочки и у меня как-то вы знаете остыло все после этого всего остыло девочки остыло я так подумала ну чё у меня ну чё у меня зачем эти пустые надежды нужны тем более возраст неизвестно какой он в постели девочки если он уже такой холодный да по разговору понимаете по телефону систему мужа с ним за три дня ознакомствовать обговорили переговорили девочки по поводу рыбалки и всего остального осталось говорить о любви а любви он не говорит ласки я от него не вижу массажей я уже не чувствую меня уже и спина прошла он требует опять новый массаж рук я его не чувствую зачем вам не надо девочки у меня знаете как вот пришло так и ушло у меня вот так вот у меня такой характер девчонки я вам честно говорю как пришло девочки так и ушло знаете так спокойно если бы находилась бы где-то рядом с ним да но где-то да вот например я бы на месте на том месте бы работала где работала да и вдруг например я бы увидела и отношения бы у нас не завязались я бы переживала я бы переживала девчонки я вам честно говорю а так как все у нас между нами расстояние 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 он на одном берегу как песни поется я на другом берегу все все взвесила и мысли вон прогнала девчонки мысли вон прогнала все девочки он не перезвонит ему не надо а мне подавно не надо для чего мне это надо лишний раз забивать голову свою что страдать я буду что я совсем дура мне же не 20 лет девчонки и девушка то среднего возраста мне не надо и загружаться не буду даже вообще не буду девчонки все эти женихи у меня столько этих женихов уже я уже их забываю очень быстро девочки я так помню о колечке всегда хоть и позвоню сам ему пиздюлей вчера звездюлей вчера короче вчера thatís вчера что чернова отдаша просто новорота ну там надо было по делу я отвечая не отвечать ни отвечать时间 я его ужа короче обзываюayer 3 заеба блять куда и где ты пропал звоню короче девчонки не берет трубку не берут рук what не пред apologет Manni 5 часов вечера шестой час вечера я целый час звонил и добавь все равно трубку не берет работает не должен думать должен дома нужно с 4 часов дома вот девочки я нервы подняла себе мои красавицы вы даже не представляете я себе сделала взрыв мозга я была злая как собака он трубку не берет дело не в ревности нет вы скажете ревнуешь туда-сюда да нет блять это просто мне нужно было по срочному делу кое-что ему надо было сказать а это срочно это дело я не буду озвучивать она не требовала отлагательств понимаете а он трубку не берет засранить вот я и ругался вот я из мата в мат звуковые мата этот короче отправила ватсап еще не прописано проходит час полтора перезванивает я ему в телефон такой сикой скотина такая скотонюка что ты меня всегда обзываешь скотонюка скотонюка игру скотина ты не пропал а он мне с работы приехал не готова на баню же строить там попросил какую-то трубу там что-то сделать короче этот работодатель он делал колымет колымет в бане там он приехал за мной в машине меня забрал я на бане говорит оля олечка я на бане на крыше я же не слышу телефона то олечка спрашивает и чё говорит он уже ролики смотрит ты чё там все плачешь и плачешь у олечка ты что там все плачешь и плачешь езжай домой езжай домой сказал я пошел ты короче да я вот такая девчонка я вот спыльчивая очень скольчивая я вот как спыльчивая так и отходчивый очень я себе накручивают вот такой характер у меня девочки вот честно положу руку на сердце на что-то не так я себе намотаю 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 в своей голове не знаю пустое не пустое девочки да я вот настолько человек эмоциональный Я не знаю, как вы, я вот честно вам говорю, у меня сразу в голове все, все там, понимаете, и надо, и не надо, поднимаю сама себе, сама себе, понимаете, никто не будет, сама себе накрутками поднимаю свои нервы, да, становлюсь бешеная, злая, сердце стучит, вот-вот выпрыгнет из души у меня. А потом, короче, когда остыну, досмеюсь сама над собой, в душе. Какая же я дура. Честно, вот такая вот, знаете, вот такая, блин. Ну, куда деваться, всю жизнь я такая, всю жизнь. Ну, слава богу, конечно, посуду я в жизни не била. Я вот смотрю фильмы, смотрела раньше, да, там, в семье скандалы, и в реальной жизни, я, конечно, я не видела, чтобы там женщины били посуду, я только смотрела это в кино. В семье скандалы, рогань, там, начинают кидаться тарелками, вот это, нет, у меня такого не было, чтобы я что-то била. Ой, ну, сама себя накручиваю вообще до безобразия. Вот так вот. И что я хочу сказать, девочки, здесь я не остаюсь, потому что я озвучила, я сказала, говорю, будет ли, вчера же сказала, да, она сказала, подумает. Значит, постоянство, я тут вообще молчу, я сразу сказала, что навряд ли, и сами вы тоже такого же мнения сложились, да, потому что я вам рассказала, в чем все дело, в суть. Вот, а насчет даже временной работы, да, мне сразу было не сказано, я с мамой посоветовалась, я маме позвонила, вот сейчас тоже болтали мы с ней, она говорит, что-то мухлюет, говорит, они вообще, говорит, может быть, ты даже не знаешь, говорит, у них приходят бездомные, почему, говорит, тут все засрано. Мама, мама, вот, ну, мама мое, вот, слушайте, мнение, да, я говорю, мама, вот это все засрано, все отмыло, тут все засрано, короче, ну, уже сказала, как вот, все вам рассказываю. Этого нет, этого нет, она, говорит, или говорит, никому, говорит, сейчас верить нельзя, может быть, тут люди приходят, говорит, какие-то бродяги, они нанимают, копейки дадут, а потом, потом обещают заплатить и не платят, говорит, ты ничего не знаешь, говорит, бесплатно, не считрая в силу. Тебе, говорит, сейчас кинули, как бы, да, кусок мяса, говорит, да, вот так 10 тысяч дали, и ты, типа, до 12-го ты работаешь, а потом покажут тебе. И все, девчонки, да, да, а что вы думаете, нет? Я вас умоляю, сейчас наша жизнь такая, никому доверять нельзя, тем более чужим людям. Вот так. Ни договора, ничего нет на руках. А то, вот мы, сейчас мне заплатили авансом 10 тысяч, а до 12-го от работы еще 20 дадут, прямо дадут и кладут, блядь. Тут потом доказывают, да, тут хоть полицию, хоть милицию вызывают, мне скажут, вон на выход пошла вон, какие мне 20 тысяч дадут, прям выложили мне, ага, догнали, блядь. Нет. Поэтому, чтобы этого не было, девочки, я разговариваю жестко. На нет и сюда нет. Я ей сказала, нет денег, не будет денег, я уезжаю. Я предупредила девочки, а ко мне звонки поступают. Я не могу сидеть, она думает там, у моря погода, пускай думает. Я ей сейчас написала по ватсапу, звуковое, значит, отправила, я говорю, мол, Катя, она же сегодня сказала, что не придет, завтра она принесет кастрюлю с чайником. Мне-то надо эту кастрюлю с чайником, мне еще два дня и все, я с этим справлюсь, не надо. Пускай для Танюхи он несет все, кастрюли, мастрюли, короче. Я говорю, суп хотя бы, кусочек говядины, говорю, купите, я суп сварю. Есть курица в морозильной камере, замерзшая. Я что здесь, на постоянной основе работаю, что ли? Я сейчас это должна курицу вытащить, разморозить, порезать кусочками, сложить, потом что-то кто-то будет пользоваться. А мне это надо, девочки, я даже не возьмусь, потому что тут помимо первого можно что-то из второго сделать. Макароны, гречки туда-сюда, мясные полуфабрикаты, как говорится. За два дня мы с Максимом с голоду не умрем, сегодня заправила икру, с луком съела всю банку. Это 100 граммов овачу там есть, что-то так сильно захотелось, наделась до отвала, уже не хочу, девочки. Я вот сейчас даю, больше не хочу. Максиму сделала бутерброд один. Прям вот этот белый батон нарезанный кусочек намазала, шапочкой порезала мелкими кусочками, квадратиками такими, знаете. Села возле него с тарелкой и подаю. Он открывает рот и кушал. Наверное, понравилось я дома. Я говорю, Максим, вкусно, вкусно. Прям съедать опять. Дай, мол, даю, дай, мол, даю. Как ему, знаете, как маленький ребенок, ты видишь, кушать хочет. До обеда в 12 часов я ему дала. Думаю, ничего с ним не сделается. От одного бутерброда, девчонки, хочется человеку немножко тоже такого вот. Прям с удовольствием ему съел. А потом у меня колбаска еще есть нарезка, бенегрет мы с ним вдвойнем покушаем. Мне для Максимки не жалко. Я вообще не хоть для Максимки, хоть для кого я всегда поделюсь. Что я хочу сказать девочке. Перекресток здесь рядом магазин. Пять минут ходьбы. Я вам показала, да, сколько там всего есть, готовой продукции. Неужели Максиму жалко купить, да? О чем можно вообще говорить? Там и глупцы, там все-все-все. Там даже готовить не надо. А запеканка какая-то вороженая продается. Килограмм 250 рублей, что ли? А нет, 500 рублей запеканка с вишней. Тут хорошая плита. Можно здесь запечь. Предоставьте мне творог, предоставьте мне муку, да? Я запеку здесь. И предоставьте посуду лиц запеканки. Тут очень хорошая плита, сенсорная плита. Это духовка хорошая, современная такая. Пеки, девочки, не хочу. Даже просить ничего не буду, потому что, блядь, никто ничего не даст. Запеканку ему можно кушать каждый день без сахара. Из чистого творога. С натуральными ягодами. А кто дал? Никто не дал. Вот так. Поэтому я не хочу здесь оставаться. Зачем мне тут эта мировотребка нужна? Мне нужен их не чайник, блядь. Просила, помимо чайника с кастрюли, еще просила крышки и микроволновку. Прям бегут вот так вот, блядь, несут и волосы назад, блядь. Все приподнесли нахуй. И что, насчет денег сказала, да? О деньгах даже и речи нет, девочки. Я ей сейчас поставила предфакт. Я ей отправляю звуковое сообщение. Я говорю, Катя, вы не придете? Говорю, пеленки заканчиваются. Три пеленки осталось. Слушайте, слушайте, девочки. Вы сейчас будете в шоке. Осталось три пеленки. Пеленки подкладываю, но бывает просикает он на пеленку памперс. Попадает моча, там три часа лежит. Да, бывает не попадет. Вот сейчас вот не попала, меняла памперс. Пеленка осталась сухая. Ну, мало ли, мало ли, да. За ночь можно просать. Ну, что, пеленка есть пеленка. Я подкладываю под памперс, а можно же просикать, сколько он написать. Я же не знаю, сколько он может написать. Где-то мало, где-то много написает. Дело такое, хотя бы заранее должны быть пеленки, да. Она мне пишет, значит. А, ну, я еще говорю, пеленок нету, говорю, Катя, три штуки осталось, да. А то еще обвинят, что мне эти пеленки я беру. Я в жизни ничего не убрала, девочки. Мне ничего не надо. Ни пеленок, ни хуенок, блядь. И это что я хотела сказать. Прям башка уже кругом. Сейчас опять длинный ролик получится, девчонки. Как начала, да, говорить. Мне как кирогаз, девочка, понимаете. Если меня стоит поджечь. А, вот да, еще по поводу любви. Любовь этой девочки, я понимаю так, это костер, да. Это как костер, это огонь. Пока ты подкладываешь в него полено, да, он горит. Стоит не подложить в костер полено, а костер потухнет. Вот и также такая же ситуация у меня с Вовкой получилась. Он ничего не подложил. Он ничего не сделал для того, чтобы я его любила. Поэтому, все, моя любовь к нему потухла. Все. Значит, ее и не было. Вот так, девочки. Кать, я написала. Кать, значит так, говорю, ставлю вас перед фактом, после пеленок. Я говорю, четвертого я съезжаю от вас. Вы говорите, я прям так вот вам цитирую. Вы, говорю, можете думать и передумать, сколько хотите. У вас слишком много свободного времени. У меня, в отличие от вас, я так ей звуковое сообщение отправляю, девочки, времени нет вообще. Я вас предупредила заранее. Ещё вчера. Вот. А вот, заранее говорю, ещё вчера, да? По поводу денег. Вы там думаете. Думайте, сколько хотите, говорю. У меня поступают предложения и звонки каждый день. Я приехала работать. А не сидеть и раздумывать. Что вы там надумаете? Ждать у моря погоды. Я не собираюсь. Мне предложили, говорю, сейчас два места. Я еду на работу. Куда, что я ей ничего не стала озвучивать. Какое ей дело вообще? Четвертого числа, говорю, я вас покидаю. Я думаю, что я сделала правильно. Человек должен быть предупреждён. Я не могу больного человека оставить, бросить одного в квартире и уйти отсюда. Оставить ключи. Вот. И всё. Всё, девочки, всё. Завтра я иду, покупаю красную икру. Рагу вот это, консервы. Штук пять. Потому что я бы купила бы десять. Тащить надо, девчонки. Всё тяжело. Вот. Беру такси. Куда я поеду, моё такси будет стоить 1200. Не потащу сейчас чемодан. Если без такси ехать, тут рядом. Без такси, короче, мне обходится... Ну, если ехать до станции ЖДН 200 рублей, потом оттуда ехать, тоже от станции до места назначения 300 рублей, того 500. И сама дорога в электричке стоит 30 рублей. Наполовину дешевле. Я плачу 1100. Заказываю такси через... Как его? Через янек-приложение. Сажусь. Я, наверное, десять консервов куплю девочке. Рагу. Десять возьму. Раз в такси еду. Десять возьму, девчонки. Чего я там таскаюсь? Да. Чемодан и рагу и икра. Вся любовь. Ну, все, девочки. И каяпра, девчонки. Поедем покорять другой город Московской области, девочки. Где наша не пропадала. А там и женихи, и все на свете. Как говорят. Была бы лошадь, хомут всегда найдется. Поэтому я не унываю. Чего мне унывать? Я и лошадь, и я и бык, и я и баба, и мужик. У-у-у. Ну, я сказала, что я буду составлять договор. Как вы мне писали. Кстати, девочки, вам большое спасибо. Вы у меня прям настроили на этот договор. Все правильно, девчонки. Я, короче, работодателям сказала, я приезжаю. Составляем договор. У вас, говорит, есть договор? Я говорю, у меня нет. Вы должны сами, говорю, распечатать, найти в интернете, распечатать. Составляем договор. Все, что в договоре будет указано, что я обязана сделать, мои обязанности, ваши обязанности. С оплатой наперед за 10 дней вперед. По 10 дней. Как, впрочем, я и везде получаю деньги. А они мне сказали, она мне сказала, мне надо посоветоваться с мужем. Она посоветовалась, перезвонила. Мы, говорит, согласны. Все, девочки, мы едем. Я говорю, микроволновка есть? Нету. Я говорю, чтобы предоставили. Хорошо. Блендер, говорю, мне тоже нужен. Там тяжело больная женщина, у нее онкология желудка. После операции. Ее сейчас в больнице привезут. Блендер нужен. Сами понимаете. Что такое рак желудка. Все должно быть перемолото. Есть очень мало. Естественно, есть мало. Все должно быть диетой, 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 девчонки. Так что, девчонки, поедем. А еще знаете, что хочу сказать по поводу подруги? Такая охуевшая вот эта подруга, которой я нашла работу, девчонки. Вот у меня не получается короткий ролик тебе писать. Вот все хочу рассказать вам, да? Что откладывать на потом? Потом я забуду. Будем загружаться. Сколько загрузимся, столько загрузимся. Девчонки, где наша не пропадала? Дождетесь. Это. Позвонила. Звонит, когда только что-то надо, да? Вот люди такие вот, блядь. Извините, конечно, что ругаюсь матом. Может, кому-то неприятно меня слушать. Но я не могу. Я не могу. Не хотите, не слушайте. Уходите с моего канала. И не пишите, что там не ругается матом. Буду ругаться. Буду разговаривать на матершенном языке. Не хотите? Вообще меня никак не воспринимайте. Съебитесь нахуй. Ты еще раз, миллион раз сказала, блядь. Или воспринимайте такая, как и есть. В меня обратно не влезть. Короче, звонит. Оля, как у тебя дела? Я уж не стала говорить, что я переехала в те еще данное время на работу. Зачем я буду все докладывать? Пизду ее носом, блядь. Думаю, сейчас хитро выгибанно. И что-то мне сейчас опять потребует. Оля, у меня ребенок сидит без работы. Я вам говорила, она хотела уже найти, чтобы я нашла работу. Что мальчишке 22 года предлагает услуги сиделки. Что это за парень такой, блядь? Хочет работать сиделкой. 22 года. Я вообще, во-первых, вообще в шоке, блядь. Что мужской работы нету, что ли? Ну ладно, дело даже не в этом, блядь. Найди ему работу. Я что, девочки? Агентство какое-то, которое берет 50% за поиск работы. В справочной бюро я. Кто я вообще? Кто-то мне тут написал, напишите, как вы находите работу. Работу я никак не нахожу. У меня находит работа. Вот. Мне, в отличие, знаете, девочки, никто никогда не находил работу. От некоторых. Я ей нашла работу. Я ее устроила. Я сама договаривалась. Копейки, ни рубля, я ничего не получила. Все, пожалуйста. Во, душа на распашку, возьмите, работайте. Вкладывайте свой труд и зарабатывайте деньги. А агентство берет с первого зарплаты. Ты получаешь 50, 25% ты отдай. 25 тысяч. Ладно. Теперь. Фундамент я ей дала? Дала. Сейчас ее сыночку устрою. Да не буду я за сыночка брать на себя ответственность. Разговаривать с людьми. Она взрослая женщина. Ей 46, сколько? 47 лет. За нее я поговорила, девочки, да. Я вставила свое слово. Но за пацана я разговаривать не буду. Почему я себе должна подрывать характеристику? Что за дела такие? Нет, конечно же. Я сказала, ладно, и все. Пускай ждет у моря погода. Почему бы им самим не поискать? Делай же так, как я. И все. И ты будешь с работой. В прошлом году летом познакомилась я с тремя сиделками в больнице, когда я работала по уходу. И значит, мы менялись номерами телефонов, девочки. Зимой обычно у нас не бывает работы. Особенно с коронавирусом была вообще жопа. Я всю зиму сидела, практически две зимы сидела дома. По три-четыре месяца. И в прошлом году, и позапрошлом году. Конкуренция большая у нас еще зимой. Все пенсионеры сиделками работают. И тут, значит, работала я в больнице, да, и обменялась женщиной. Я говорю, знаете, девчонки, говорю, ну, бывает же так, да. Вот у меня, например, я работаю, да, мне звонят. Нет ли у вас знакомой, кого вы можете предложить. Я работаю одна, говорю, у меня нет знакомых. Раньше мы с мамой работали, мама отказалась работать, так как нос себя уже не очень хорошо чувствует в связи с ее возрастом. Два года она уже как бы не может работать, предоставлять такие услуги сиделкой. Да, ей 70 лет, 71 год пошел. Еще и коронавирусом она у меня тяжело переболела. В прошлом году чуть не погибла. Дай бог маме, конечно, здоровья. Чем мы пережили это, только один бог знает. У меня есть там ролики на ютубе. Вот. И что я хочу сказать. Когда мы расстались в больнице, они, девчонки, говорят, да, да, Оля, конечно, конечно. Без проблем. А когда мы расстались, я потом опять нашла работу, работала как-то в конце лета, да, и мне также были звонки поступали. Я звонила к ним. Кто-то вообще трубку не брал. Полный был игнор из них. А кто-то взял. И я предлагала, что вот такое-то место есть, нужна сиделка. А в сутки там полторы тысячи. О, за полторы тысячи. Это у нас в Чебоксарах. Да даже пачкаться не буду. Меньше двух тысяч не беру. О, как работают, блядь. Это я. Такая, блядь. Олых царя небесного. За каждую копейку держусь. И не просто держусь, а все сделаю как надо. Вот так вот, девочки. Все отдаю своей работе. А они в Чебоксарах меньше двух тысяч. Они не работают в сутки. А если по часам, девочки, в час 300 рублей у нас. А я за 100 рублей в час. Оля все может. Оля все может. Без лоха, говорит, и жизнь плоха. А потому что Оля душа нараспашку. Оля добрый человек. Чего Оля? Оля, может, блядь, была бы Олина боли, если бы у Оли были бы деньги. Оля бы и бесплатно помогла бы. Мне не жалко. Чего? Оле просто нет денег, приходится работать. Вот. Такая вот Оля. Ой, девчонки. И что? А ко мне? А потом я осталась без работы с осени до весны. Никто из них не позвонил. И никто мне не предложил. Хотя я даже, как бы сказать, не сомневаюсь, что у них тоже поступали звонки. И они были заняты работой. И что им были предложены места. Но мне никто не предложил. Конкурентка, девочки. Конкурентка, понимаете? Каждый трясется за свое место. Вот так. А почему я должна мальчишку устраивать, 22-летнего? Почему? Подрывать свою репутацию? Мне это не надо. Пусть и мама его устраивает. Его мама. Ради Бога. Флагом руки. И отвечает за него. Вот так, девочки. Вот такая история. Любви у меня больше нет. Ну и не надо. И слава Богу. И головной боли у меня нет. Мне и без этого хватает головной боли. По поводу квартиры, Лиза, ты спрашиваешь. А что с квартирами там? Квартиры стоят на месте. Сын сейчас должен приехать был. Не знаю, приехал, не приехал домой. Что у меня с квартирами? Квартира как квартира. Блядь, они требуют ремонта. Обе квартиры. И моя еще. Косметический ремонт требует. Квартиры хотят кушать. Что, Лиза? Что за глупые вопросы, Лиза? Что с квартирами, блядь? Квартиры хотят кушать. Ждут, когда приедет. Их не мама, и их накормят, блядь. Квартира, блядь. Никуда они не убежали. Вот. Все на месте. Долгов, слава богу, не имеется. Слава богу. Господи, господи. Не дай бог, блядь. Вот так. Зуб надо ремонтировать, девочки. Зуб не болит, но чувствую, что уже нехорошо. Как освобожусь? Не знаю, когда освобожусь. Как приеду домой и в первую очередь пойду зуб ремонтировать. В первую очередь мне платно надо его заремонтировать. Платно. И коронку одеть. Записаться к ортопеду. Стоматологи платно ремонтируют сразу. Или по записи. Там 2-3 дня надо подождать. Ну, коронку тоже там надо ждать. Ну, 2-3 недели влез с этой коронкой. А я не могу. 2-3 недели, девочки. У меня работа. Вот. А ее ждут. Вот она сейчас работает 3 месяца. Хотя она хотела 2 месяца половина работать. Она уже привыкла на том месте. Она сказала, сейчас она работает до 16 ноября. Потом она уезжает. В Химках она работает. Уезжает домой. До Нового года. Новый год она отмечает дома. После Нового года она опять поедет до весны туда, где она работает. Дай Бог, пускай работает. Слава Богу, что все хорошо. Все хорошо. И ребеночка пускай своего устраивает. Может, ее ребеночек ее подменит. Пускай в паре работают с ребеночком со своим. Очень будет хорошо. Что искать? Потому что все равно ей будут искать смену. Вот. Пускай мальчишку устраивает. Она пускай едет домой. Я считаю так. Вот так, девчоночки мои. Вот такой ролик у нас получился. Эмоциональный. Всех обнимаю. Всем пока. Продолжение следует.